Вашингтон и Питтсбург в десятый раз в истории встречались в плей-офф, из которых Питтсбург выиграл 9 серий. Единственная победа Вашингтона в серии датируется сезоном 1993-1994 года. На этот раз Питтсбург вновь стал сильнее Вашингтона. 2-0 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и клуб вышел в следующий раунд Кубка Стэнли. Счет серии до 4 побед стал 4-3 в пользу действующего обладателя трофея. Российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче. На его счету 3 броска и 2 заблокированных броска хоккеиста Вашингтона. У российских хоккеиста Вашингтона Александра Вечкина 8 очков, у Евгения Кузнецова в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. 10 очков, у Дмитрия Орлова 3 очка. Все три хоккеиста не смогли отличиться результативными действиями. Вашингтон в одиннадцатый раз в истории проиграл во втором раунде плей-офф НХЛ. Питтсбург вышел в финал Восточной конференции, где встретится с Оттавой, которая в шести матчах оказалась сильнее Рейнджерс. Общий счет серии 4-2. Российский нападающий Рейнджерс Павел Бучневич участия в матче не принимал. А до этого Анахайм одержал победу над Эдмонтоном с счетом 2-1. В седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ и вышел в следующий раунд. Российский форвард Эдмонтона Антон Слепышев провел на площадке 13 минут и отметился одним броском. Анахайм выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале западной конференции клуб сыграет с Нэшвиллом, который еще 7 мая обеспечил себе место в финале, обыграв Сент-Луис 3-1. Счет в серии стал 4-2. Первые матчи финала в конференции между Нэшвиллом и Анахаймом пройдут 12 мая, а Тава сыграет с Питтсбургом 13 мая. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков, 5 закинутых шайб на его счету и 13 результативных передач в 12 матчах. Его одноклубник Гунцелл имеет 9 закинутых шайб и лидирует по этому показателю в споре снайперов плей-офф. Рекомендую еще посмотреть ролик под названием Шипачев в НХЛ. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Субтитры сделал DimaTorzok